Всем привет! Продолжаем узнавать какие-то интересные вещи. Сегодня я хочу рассказать вам про Антея. Антей древнегреческий обращенный против. В греческой мифологии великан, сын Посейдона, получивший силу от соприкосновения с матерью Геей, землей, царь Ливии. Антей заставлял всех путников-чужестранцев бороться с ним. И всех, кого побеждал в борьбе, убивал. Построил храм Посейдону из черепов, побежденных им. Побежден Гераклом. При встрече Антей потребовал, чтобы и Геракл боролся с ним. Никто не мог победить Антей в единоборстве, не зная тайны, откуда великан получал во время борьбы все новые и новые силы. Тайна же была такова, когда Антей чувствовал, что, начиная терять силы, он прикасался к земле, к своей матери. И обновлялись его силы, он черпал их к своей матери, великой богине земли. Во время битвы несколько раз Геракл валил его на землю, но только прибавлялась сила у Антеи. Но вдруг во время борьбы могучий Геракл поднял Антеи высокого воздуха, силы Антеи иссякли, и Геракл либо задушил его, либо убил, сломав хребет. Геракл сделал Ливию более благоприятной для жизни. Единоборство было изображено среди других подвигов на фронтоне храма Геракла Фио. Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии Антеи. Они так же, как Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, скормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми. Это высказывание Иосифа Виссарионовича Сталина. Так, как информация. Ну, вот и все, что мне удалось найти в Википедии о Антеи, греческой мифологии, обращенной против великане, сыне Посейдона, который черпал силу от соприкосновения с матерью Геей, землей, и был царем Ливии. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok